Здравствуйте дорогие друзья! С вами я, специалист в области позитивной психологии Татьяна Салмановна Мактун Сарасудин. Сказка для взрослых по мотивам книги Натальи Правдиной «Богатство в моих руках» в рамках моей творческой студии позитивного мышления и актерского мастерства. Имейте смелость быть не такими, как все. Спокойствие и вера. Успокаиваемся, успокаиваемся, успокаиваемся. Это важные моменты, драгоценные мои. Пока присутствует беспокойство, суетливость, тревожность, страхи, мелочность, изобилие обходят стороной данного человека. Ведь эти качества можно сравнить с облаками, которые закрывают вечно сияющее солнце изобилия. Разгоните мрачные облака со своего небосвода, и благоденствие станет вашим постоянным состоянием. Я слышала, как люди говорят, что они не могут успокоиться, пока в их распоряжении не будет большая сумма денег. Большая сумма денег в руках человека, который постоянно беспокоится, не даст ему спокойствия. Деньги сами по себе не приносят счастья и спокойствия. Совсем наоборот, дорогие мои. Спокойствие и счастье приносят деньги. Я убеждалась в правильности этого многократно. Нервозность, беспокойство только мешают на нашем светозарном пути. Легко сказать «Успокойтесь», можете вы мне сказать. «Да, знаю, прекрасно, что это совсем нелегко, однако надо научиться. Это важнейшее условие. И без веры здесь не обойтись. Вера в свои силы и в безграничную милость божественного присутствия творит постоянные и устойчивые чудеса. Здесь нужно различать веру и просто надежду. Часто люди говорят так «Я надеюсь, что всё будет хорошо». А скажите «Я верю, что всё хорошо, а будет ещё лучше». Я знаю, что это так. Не правда ли? Это звучит гораздо увереннее. С энергетической точки зрения надежда – это хорошо, но вера ещё сильнее. Когда человек просто надеется, он показывает, что вероятность того события, которому он стремится, невелика. А если человек говорит «Я верю», тогда он посылает совсем другие вибрации в окружающий мир. Вера и спокойствие – вот необходимые качества для человека, выбравшего пути, силы и благополучия. Бояться и не верить значительно проще, чем укрепиться в вере и бесстрашно смотреть в будущее. Я бы не имела морального права говорить об этом, если бы сама не прошла серьёзные испытания, которые были мне посланы, как я теперь понимаю, не случайно. Ведь ничего случайного в мире не бывает. В самый критический момент своей жизни, когда помощи ожидать было совершенно неоткуда, я постоянно практиковала призывы, молитвы, повеления Сен-Жермена, с которым я познакомлю вас чуть позже – медитации и средства фэн-шуй. И помощь пришла. Сначала робкие струйки, потом помогли преодолеть первые трудности, затем эти струйки стали более уверенными, а затем превратились в постоянный поток изобилия. Как радостно осознавать, что всё делаешь правильно, и тебе помогают в этом дружественные силы Вселенной, твои собственные знания и душевные силы. В самые сложные моменты надо обязательно продолжать верить в то, что светлые силы Вселенной не оставят вас. Не отчаивайтесь. Случается так, что люди, не дождавшись мгновенных результатов от процесса работы над собой и перестройки своего сознания, машут на всё рукой и оставляют всё как есть. Не уподобляйтесь им. Для всего в этом мире необходимо время. Плод должен созреть. Для того, чтобы распустился цветок, нужен солнечный свет. Тепло и подходящее время года. Если вы не получаете желаемое сразу, это не значит, что вы вообще его не получаете. Внутреннее спокойствие тренируется медитацией и умением расслабляться. Способов для этого масса. Медитация, искренняя молитва, занятия любыми видами спорта, массажами, бассейн, общение с природой, с животными. Всё то, что мы делаем с любовью и радостью, приближает нас к Богу. И, следовательно, убирает препятствия на пути потока изобилия в нашу жизнь. Я доверяю своему высшему Я и знаю, что всё приходит ко мне в нужное время и самым лучшим образом. Для того, чтобы приучить своё сознание и подсознание постоянно мыслить и говорить на языке изобилия, Прежде всего, давайте вспомним наше детство. Учимся мечтать правильно. Помните ли вы о моей сиятельной, что я писала в заключении своей первой книги, посвящённой триумфу новой женщины? Да-да, в то уж каждый момент жизни есть ещё более высокий уровень развития, ещё более высокий уровень наслаждения, ещё более высокий уровень радости. Мы ведь хотим этого, не так ли? Очень хотим, мечтаем, стремимся, надеемся. Так вот, мы уже на пути к этому состоянию, а как же иначе? Есть великий закон жизни, бесценные вы мои. О чём думаем, тем и становимся. Внимательно следите за тем, чем вы заполняете свой драгоценный сосуд, свой мозг, свою голову. Будьте бдительны, ибо мысли ваши создают ваш мир. О чём думаем, тем и становимся. Воистину это так. Стремимся к счастью, становимся счастливыми. Стремимся к богатству, становимся богатыми. Стремимся к здоровью, становимся здоровыми. Стремимся к совершенству. О, это самый блистательный и верный путь к совершенству. И в итоге становимся совершенными. Почему? Да потому, что здесь опять-таки действует закон квантовой физики, которая достаточно обоснованно объясняет законы причин и следствия. Сосредотачиваемся на чём-либо своё внимание, мы пробуждаем именно это в жизни. Поэтому очень-очень полезно размышлять и стремиться, например, к изобилию, потому что вы активизируете крохотные частицы, нейропептиды в своём мозгу, которые начинают излучать волны определённой частоты в окружающий мир, принося подобные волны обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Каждый создаёт свой мир. Позвольте мне привести цитату из Сен-Жермена, одного из Вознесённых мастеров, о котором я более подробно ещё расскажу вам позже. С Богом всё возможно. Если у вас есть божественное сознание, то абсолютно всё становится возможным для вас. Если это ещё не является вашим ежедневным состоянием, значит, вам нужно ещё более приблизиться к его сознанию. Наша задача в жизни как можно ближе приблизиться к божественному сознанию. Вот тогда исполнение желаний станет спонтанным и естественным, как дыхание. Вспомните, было ли в вашей жизни такое, что вы подумали о чём-то, а оно вскоре сбылось. Наверняка было. И чем чище и целенаправленнее ваши мысли, чем чаще такие чудеса будут происходить. Всё, чем мы с вами занимаемся, как раз и приближает нас к этому чудесному состоянию сознания и раскрытию наших самых глубинных потенциалов. Я разрешаю иметь всё, что я хочу. Я имею право на всё самое лучшее в жизни. Спасибо. Богатство и радость жизни Ещё раз здравствуйте, мои милые читатели! Я осыпаю вас душистыми белыми цветами радости и изобилия. Почувствуйте тонкий аромат жасмина, белых лилий, ландыша и лотоса. Аромат весны, который да пребудет с вами постоянно. Вдохните этот аромат, улыбнитесь, как мы с вами делаем при встрече. И давайте продолжим наш взаимоприятный диалог. Богатство в моих руках называется эта книга. Да, так оно и есть. Богатство, изобилие и радость жизни всегда в наших руках. Узнаете? Знаете, что ещё? Свобода. Свобода выбора, свобода мысли, свобода действий. И знаете, что происходит, когда концентрируешься только на хорошем? Правильно, молодцы! Его, этого хорошего, становится всё больше и больше, потому что вы сделали сознательный выбор сделать свою жизнь радостью, светом и наслаждением всем тем, что только может предложить нам физический мир. Недавно мы выезжали из группы моих слушателей на загородную базу отдыха. «Кто вы такие?» Спрашивал нас обслуживающий персонал. «Почему вы всё время смеётесь?» А мы уже привыкли к состоянию постоянного счастья и не замечали, что так сильно отличаемся от окружающих. А когда находишься в таком состоянии, то всё происходит само собой, и всё получается. Пишет в своей книге «Богатство в моих руках» Наталья Правдина. Творческая студия позитивного мышления и актёрского мастерства Татьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. С вами я и очередная моя передача, моя творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли. Вот такие вот дела. «18 минут позитива». Со мной Статьяна Салмановна, Мактум, Сайфудин. Специалистом в области позитивной психологии. Это «Рождественские мистерии». Цикл передач в рамках моей творческой студии. Также смотрите мои передачи «Сказка для взрослых» по книге Роберта Стоуна «Небесная, 911». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова